Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлива приветствовать вас в эфире еврейская еженедельная телевизионная программа и наш первый выход в 2015 году. Я рад приветствовать гостем нашей сегодняшней студии известного историка доктора Игоря Щепака, директора Музея памяти еврейского народа и Холокост в Украине и Украинского института изучения Холокоста Ткума. Добрый день, пан Игорь. Добрый день. Сейчас во многих средствах массовой информации, в украинских, в российских, поднялась дискуссия о том, действительно ли в результате последних событий последнего года или нескольких лет, возможно, десятилетий, формируется особая украинская еврейская идентичность, которая стала отличаться от белорусской еврейской, российской еврейской или других стран постсоветского пространства. Как вам кажется, идет ли такой процесс и насколько он искусственный, насколько он естественный? Да, вы знаете, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Причем пошел он с 91-го года, но шел он разными темпами, в разные периоды. Я помню себя, в 91-м году я смотрел российские телеканалы, так же, как и украинские, особой разницы не видел, но постепенно накапливалось такое ощущение, что то, что говорит российская ТВ, не касается меня непосредственно, не касается моего города, моей страны, моей семьи. И в конце концов, вот такое внутреннее размежевание происходило в каждом человеке, неважно, это еврей, татарин, украинец, русский, который живет в Украине или в России, или в других странах бывшего Советского Союза. Безусловно, в СССР было ощущение принадлежности к одной стране, великой стране, и вот это вот имперское ощущение величия, она осталась у части людей, и это психологически очень важный момент, когда человеку чего-то не хватает в его личной жизни, когда какие-то неудачи его преследуют, то очень важная компенсация – это ощущение принадлежности к чему-то великому. Непонятно к чему, но вот наши там победили, наши это захватили, наших боятся. Но что касается евреев, то вот как раз ощущение единого какого-то культурного сообщества, наверное, сохранялось дольше, чем у других, и в том числе потому, что большинство евреев Украины все-таки русскоязычные, и в том числе потому, что большинство евреев Украины воспитаны на русской культуре, но в конце концов реалии, реалии культурные, духовные, экономические, политические, они сказываются, и если представителей так называемого украинского еврейства еще, допустим, 5-10 лет назад было немного, то сейчас этих людей все больше и больше. И речь не идет о языке, на котором мы говорим, речь не идет о литературе, на которой человек воспитан, речь идет о восприятии того, что происходит у тебя дома и за пределами твоей страны, речь идет о восприятии вот таком универсальном, наши, не наши. Естественно, после начала агрессии России против Украины, которые уже появились в открытой фазе в военной, до этого были экономические, культурные какие-то процессы, спортивные, мы же все хорошо понимаем, что такое болеть за киевское «Динамо» или за «Спартак». И вот это какое-то разделение, оно было и раньше. Я никогда не забуду, однажды еще, вот сразу после распада Советского Союза, мне довелось побывать на футбольном матче «Спартак» «Динамо» «Киев» в Москве в Лужниках. И я, как человек малограмотный в этом деле, оказался в секторе болельщиков московского «Спартака». У меня не было никакой символики, но сказать, что я себя чувствовал неуютно, это ничего не сказать, значит, и наши, о, наши, там выигрывали. Естественно, реакция сектора была одна, а у меня немножко другая. На меня косили, смотрели, не побили, но я запомнил там один эпизод, когда не очень трезвые ребята сидели впереди на сиденьях, и сидел мужчина, и рядом с ним его сын-подросток. И этот мужчина, выпившись слегка или изрядно, начал скандировать «Хохлы, козлы, хохлы, козлы». Ну, естественно, замечание ему сделать сложно, потому что аргумент физический будет другой, но ребенок начал его толкать и спрашивать, «Папа, папа, а кто такие хохлы?» «Хохлы, сынок?» «Хохлы – это козлы». И продолжал скандировать дальше. Так вот, на уровне ощущений я тогда понял, что я – это часть тех хохлов. Хотя я еврей, но я в Украине. И вот на уровне ощущений, вот это видно, еще раз повторяю, даже в спорте, это было. Но политически вот то, что сейчас происходит, очень многие люди поняли, что размежевание проходит по восприятию того страшного, что происходит у нас. А размежевание никогда не совпадает точно с границами. Мы, например, говорим, когда мы говорим, например, о истории Идишленда, это культурное пространство на территории огромного количества государств, где границы менялись, перетекали. Но еврей из Львова, переезжая в Люблин, или переезжая в другую часть, в Бессарабию, или переезжая в Белоруссию, все равно ощущался принадлежность и вот в этой системе координат. А сейчас мы видим, как евреи Днепропетровска, говорящие на русском языке, абсолютно русско-культурные, в фейсбуках или при личной встрече, абсолютно по-другому себя ощущают, понимают и говорят слово «наше» по отношению к другим, чем евреи, скажем, из Москвы, Петербурга. Вы же с этим сталкиваетесь, Эдон? Смотрите, у каждого из нас есть много идентичностей. Каждый из нас принадлежит к определенному полу. Он мужчина или женщина, он горожанин или селянин, он украинец или русский или еврей, он гражданин той страны или другой. И есть какие-то большие общности интернациональные, то есть никто же не отрицает, что есть общие какие-то традиции у евреев, есть общее отношение к ценностям каким-то, есть общее ощущение боли, когда проявляется антисемитизм, есть общее ощущение благодарности, когда есть люди, которые помогают гонимым, выступают защитниками дискриминируемым и так далее, и так далее. Но сейчас действительно евреи, которые живут в Украине, все более ощущают себя украинскими евреями, и это процесс объективный. Он ускорился тем, что началась российско-украинская война, вот это противостояние, которое было. И это скорее даже не война между странами, это война между цивилизациями. Я бы сказал так, что евреи – это народ ценностей. Ценности, которые принесли евреи в этот мир, те, которые даны Господом, это записанные в книги книг, записанные в Библии, это те моральные ценности, которые заложены в основу еврейской цивилизации, той, которую мы называем иудео-христианской цивилизацией. И я бы сказал, что это в первую очередь божественные, но гуманистические ценности. Человек превыше всего. И если еврей, у которого есть эти ценности, сталкивается с другой системой, где не человек важнее всего, а государственная машина, а ее лидер, неважно, это фюрер, президент, король, царь и так далее, то он выбирает те ценности, которые ближе к чисто еврейским ценностям. И именно это способствовало тому, что среди евреев оказалось так много украинских патриотов. Они защищают не только Украину. Они защищают себя, свои ценности, в основе которых человек, а не власть, государственная машина, система подавления, антидемократичность. И кроме того, вы же понимаете, что такое демократия в тоталитарной стране, с ограниченной этой возможностью, и в свободной стране. В Днепропетровске, в Украине, есть абсолютная свобода. Ее пытался ограничить Янукович, но все равно он не смог дойти до того, что существует, например, сейчас в России, или в Белоруссии, или в каких-то других странах. И для еврея свобода слова, свобода выражения тоже очень важна. И он не может согласиться с тем, чтобы умолчать. Как вы себе представляете, евреи, которым затыкают рот? Ну, я себе представляю достаточное количество евреев, которые выступают за имперские тоталитарные ценности. Я их вижу в различного рода программах и с ними дискутирую в фейсбуках. Но у меня есть вопрос вот к чему. Которая мы в войне, о которой мы сейчас говорим, которая, с моей точки зрения, тоже проходит не только между Украиной и Россией, как двумя государствами. Почему для нас, как людей невоенных, это тоже наша война, и мы относим себя как частью этого пространства. Не кажется ли вам, что на самом деле вектор Украины сейчас впервые направлен в будущее? А вектор другой стороны, это возвращение к прошлому. Не считаете ли вы, что эта война все-таки между выходом в европейское или цивилизационное такое пространство и желание вернуться назад в Советский Союз? Причем этот АВД-раздел проходит не по линии разграничения войск, он проходит по людям. Вы с этим согласны? Абсолютно. Я, собственно, об этом и говорил, что раскол идет межцивилизационный. Есть одна цивилизация, в которой человеческая личность превыше всего. Ее свобода превыше всего. И инициатива этой личности, она поддерживается, она уважаема, и она не может быть пресечена, если она существует в рамках закона. И есть другая цивилизация, где все решает государство, где оно дает. Там и формируются такие взгляды, что нам должны, нам должны дать зарплату, нам должны дать вот такие средства к существованию, нам должны дать то-то, то-то, третье, пятое. И люди, которые очень долгое время живут в таких реалиях, они не могут измениться, и они крайне заинтересованы в сохранении, в консервации того, что есть, потому что так легче. Разве западная бюрократия, иждивенчество, вэлфары, все эти структуры никак раз не говорят именно о том, о чем говорите вы, что там огромное количество люмбинов, которые считают, что им все должны быть? Не надо путать возможность самореализации, в том числе реализации инициативы, и социальную защищенность. Очень часто, кстати, вот в немодерных цивилизациях и в постсоветских тоталитарных системах говорят, что вот в СССР есть и будет колбаса, если вы хотите демократию, то вы, украинцы, получите, неважно, украинские украинцы, украинские евреи, русские татары, вы получите свободу, но не будет у вас колбасы. История показывает нам, что там, где есть свобода, там есть и будет колбаса. Но если свободы нет, то колбаса постепенно исчезнет. И нет альтернативы этому историческому процессу. Мы возьмем Восточную Германию и Западную Германию. Изначальные условия развития ФРГ и ГДР были примерно одинаковы, но ГДР осталось глубоко позади в экономическом и социальном развитии. И эти различия не изменились кардинально до сих пор после внедения Германии. Мы видим Южную Корею и Северную Корею. В Северной Корее миллионы людей на грани голодной смерти. В Южной Корее, хотя и там есть некоторые ограничения демократии, но не сопоставима с абсолютной, совершенно невероятной диктатурой. На Севере совершенно другой образ жизни и другое качество жизни. И вопрос стоит именно так. Когда мы выбираем путь, неважно, он называется европейский или там прозападный и так далее, это единственный передовой прогрессивный путь, по которому идет все человечество. Это свобода человека, самореализация личности, и при помощи этого существует возможность удовлетворить социальные какие-то потребности. Но мы же видим, что рядом находится Китай, где колбаса есть, и экономика развивается, чуть ли не первая экономика мира, а при этом полностью глушатся свободы, политическая цензура достаточно жесткая, великая китайская стена в интернете и так далее. Смотрите, мы должны определить понятие, о чем мы говорим. О валовом внутреннем продукте или об уровне жизни, или о качестве жизни, что тоже является другой вещью. Китаец, который в тяжелых стесненных условиях живет в Штатах, он живет в намного лучших условиях, чем в Китае, где он может быть в каких-то верхних слоях общества. Одна из причин экономического чуда Китая, который, кстати, замедляет темпы своего экономического развития, то, что рабочая сила необыкновенно дешевая, и то, что там высвобожден, тем не менее, потенциал очень серьезной инициативы людей, вот когда коммунистическая идеология, она стала ярко-красной, такой коммунистической розовой, значит, когда допускается частное предпринимательство, оно активно развивается. Это после реализации концепции Дэн-Сиопина. Не важно, какого цвета кошка, черная или белая, важно, чтобы она ловила мышей. Это тот прагматизм, который высвободил инициативу китайцев. Кроме того, есть такая вещь. В истории, как и в логике, какие-то явления, когда развиваются, надо очень четко понять. Это благодаря чему-то или несмотря на что-то, или вопреки чему-то. То есть, несмотря на то, что есть то-то, 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 но благодаря вот таким-то позитивным факторам экономика развивается. И постепенно наступает тот момент, он неизбежно наступит, когда вот эти идеологические и прочие факторы, они начнут сдерживать развитие, и тогда страна окажется в кризисе. То есть, вы считаете, что когда евреи, выходя из Египта, роптали, что там были большие котлы с мясом в египетском рабстве, а впереди нас ждет голод в пустыне, хотя и убрем мы голодными, но свободными, это не так. На самом деле, свобода еще и довольно сытая форма существования. Правильно я бы сказал? Не автоматически, но ситуация такая. Там, где есть свобода, там колбаса будет. Там, где свободы нет, там колбаса исчезнет. А что впереди? Курица или яйцо? Потому что есть еврейская поговорка «эйн лехем, эйн тора» – нет хлеба, нет торы. Впереди должна быть все-таки колбаса или свобода? Смотрите, есть диалектическая такая вещь, которую по-своему трактовал Карг Марс, прежде чем думать об искусстве, религии, надо человеку есть, пить и одеваться. То есть, есть так называемые базовые потребности человека, которые должны быть удовлетворены. Но если мы говорим об удовлетворении базовых потребностей, они есть и везде в Европе, они есть и в России, и в Украине, они есть даже в Ираке или в каких-то других странах, которые страдают от больших катаклизмов. Но потом встает вопрос, что ты хочешь, к чему ты стремишься, и что для тебя важнее. Вы знаете, я служил солдатом рядовым в Советской армии, прослужил полтора года после окончания института, и для меня это было очень тяжело не только физически, прежде всего психологически. и вот только в армии я понял цену свободы, потому что я понял, что такое несвобода, одним словом. И если бы мне там сказали, Игорь, смотри, вот у тебя есть такие условия, что ты вот в этом положении, вот в этом статусе, вот в этой армии, вот в таком виде, будешь жить всю жизнь. Я говорю, альтернатива, 5%, если ты сбежишь, останешься живых, я бы рискнул. Я бы рискнул, потому что вот только в армии был какой-то фильм, колумбийский, по-моему, фильм, немного там было смысла, но мне запомнилось очень название. Фильм, который я понял только в армии. Название такое, это сладкое слово свободы. И сейчас многие из нас готовы пожертвовать многими вещами, понимая, что свобода, это не свобода сама по себе, это еще свобода жить. А вот возвращаясь к вопросу, в армии. Свобода не зависеть от каких-то идиотов. Для вас, как армии, для вас 23 февраля останется праздником вашим, или вы измените его? Конечно, я не буду отмечать этот день. Конечно, когда я был советским солдатом, для меня это был праздничный день, практически там выходной. Как историк я хорошо знаю, как была назначена эта дата по поводу мифической победы частей Красной Армии. И мы также хорошо знаем, что для нашей страны, для постсоветского простанства, 23 февраля был не столько день Советской Армии, сколько мужской день. То есть вот 8 марта, это женский день, 23 марта это мужской, мужчины ждут. И до грунта, дебенка убежал, понятно. Но это уже потеряло эту коннотацию. Конечно, потеряло, потому что смысл 23 февраля был в том, что он накануне 8 марта. Мне очень понравилась поговорка, как от 23-ца, так от 8 марта. Что ты получишь с 23-го, то ты своей любимой дашь на 8-е. Это уже стало, на самом деле, становится маркером. Будете ли вы поздравлять старшее поколение с 23 февраля? Для меня, например, когда я прихожу к ветеранам и поздравляю их искренне с 23 февраля, я поздравляю их не со своим праздником, но с их праздником. Для них он все равно останется. Вот выбор каждого человека, которого он сейчас вынужден делать, уходить в новую идентичность, ибо она новая. И как этот процесс происходит? Смотрите, мы только что говорили с вами о том, что идентичность, она не одна у каждого из нас. Есть идентичность моя личная, есть идентичность моего деда, ветерана Великой Отечественной войны. Есть идентичность моего другого деда, который стал жертвой сталинского режима, который погиб во время Голодомора. Хотя тот дед, который ветеран войны, он тоже отсидел в сталинских лагерях, потому что остался в живых, после того, как после окружения оказался в плену. И, тем не менее, для него Великая Отечественная война была Великая Отечественная война. Я буду поздравлять его, ну, его нет со мной сейчас, к сожалению, но я к нему обращаюсь мысленно, обращаюсь к тем людям, которые сейчас живут ветераны. Для них это дата. И 9 мая, и 23 февраля. Я считаю, что победа над нацизмом это великий праздник, однозначно для всех нормальных людей. Но говоря к ним, вы говорите, Великая Отечественная война, обращаясь к своему сыну? Говорю о Второй мировой. О Второй мировой. То есть происходит вот этот вот слом идентичности в поколении? Не слом. Я в учебнике, который я пишу для детей, я пишу, что такое Великая Отечественная война, что называют вообще Отечественной войной. И привожу пример. Отечественная война – это война 1812 года. И привожу аргументы, почему это считает Отечественной войной. Одни люди, даже не обязательно опираться на историков, почему не считают другие, какой идеологическая составляющая этого термина. И пишу в объективном термине Вторая мировая война, когда она началась, когда она закончилась. Очень важно другое, что если мы говорим об Отечественной войне, как о важной составляющей, допустим, исторической памяти, то память о ней очень гипертрофирована именно у людей, которые заражены советской идеологией. Потому что для них память о Великой Победе заменяет все остальное. Заменяет, что Красная Армия, которой честь и хвала, которая уничтожила нацизм. Без этого история пошла бы, ну, нельзя говорить, что было бы, но, понятно, история пошла бы иначе. Без этого была бы трагедия для славян, трагедия для евреев. И тысячу раз мы должны быть благодарны ветеранам Великой Отечественной войны. Но вместе с этим мы должны помнить, что СССР установил на тех территориях оккупационный режим, установил просоветские режимы, которые тормозили развитие народов, которые народы эти ненавидели от этого. И советский строй, и заодно и Россию, и так далее. И мы живем не то, что в разных идентичностях, мы понимаем и это, и другое, и третье. Окей, ответственность Советского Союза за развязывание Второй мировой войны и пакт и прочее пока отложим. Но мы уже помним, что с Отечественной войной 12-го года, уйдем чуть дальше в историю, она ведь имеет и другое название. Литовский поход. И Отечественная война, она является только взглядом из Москвы или из Петербурга. Если мы посмотрим на нее из Львова-Лемберга, если мы посмотрим на нее из Вильна, если мы посмотрим на нее из Стокгольма. И с какой точки зрения надо на это смотреть? Как мы смотрим? Как раз насчет войны с Наполеоном, там проще даже для советской историографии. Потому что даже в школах советских говорилось очень просто. Вот 1812 год, когда французы были на территории России, это была Отечественная война. А 13-й, 15-й год это так называемые заграничные походы российской армии. Это абсолютно нормальный подход. Я удивлен даже, что этот нормальный подход сохранился в советской историографии. Но по отношению к Второй мировой войне, Великая Отечественная война начинает 22-го июня, заканчивает 9-го мая 45-го, когда советские войска были уже на территории Германии. И вот эта разница в подходах, она не вызывает вопросов у тех, которые просто привык верить во что-то. И я вам скажу так, что вот разница в идентичностях, разница в понимании того, что происходило, связана даже не с логическими рассуждениями, а с психологией и с верой. Есть люди, которые верят в Бога. А есть люди, которые верят в Ленина и в Советский Союз. И они не хотят слышать ничего другого, потому что, в конце концов, есть два пути познания. Через знание и через веру. И это может не совпадать. Я предложу один факт, другой, третий, пятый, десятый. Но у меня есть близкие люди, есть друзья старшего поколения, которые говорят, я не хочу это слышать. Я не хочу слышать, что СССР развязал войну вместе с нацистской Германией, как союзник нацистской Германии. Я не хочу слышать, что Ленин был палач и убийца. Я не хочу слышать это о Сталине, потому что это моя жизнь, это моя молодость. И если я это все слышу, я перечеркиваю свою жизнь. Главное, этих людей было намного больше. Но мир меняется. Мы же не можем зафиксировать некую картинку вот сейчас. Мы же видим это в динамике. И совсем недавно город Днепропетровск, бывший очень просоветски ментально и голосовавший за коммунистов, за социалистов, за регионалов, идущий в основном не по их программе, а потому что это было движение назад, вдруг оказался со стороны будущего. Он не вдруг оказался. Дело в том, что есть интересные исследования ученых, в том числе и в Киеве. Я общался с ними, смотрел эти работы. Почему динамика развития общества в Днепропетровске была одна, а, скажем, в Донецке другая. В Днепропетровске были свои предпосылки открытости и восприятия новых ценностей, в основе которых человек, его жизнь и свободы. В том числе это модерное производство, которое связано... В закрытом Днепропетровске и открытом для иностранцев Донецк? В закрытом Днепропетровске производят ракеты. В закрытом производстве наукоемские технологии. И производство ракет и добыча угля, это разные вещи. Глубочайшее уважение вызывает любой труд. Но, вы знаете, есть одна профессия в мире, где можно стать профессионалом за 10 дней. Это профессия шахтера. Самое страшное, на мой взгляд, потому что, когда один раз мне удалось попасть на специальную такую экскурсию в шахту, я потратил 8 часов, полностью переодеваясь, спускаюсь в шахту, поднимаясь. А перед этим, естественно, как житель Запорожья, я был на Запорожьстале, я смотрел, что на других заводах. Так вот, мне показалось, что труд на Запорожьстале, он похож на курорт по сравнению с тем, что творится в шахте. Это ужас. Это ужас и кошмар. Но для того, чтобы стать этим работником, ты получаешь курсы за 10 дней, и ты становишься шахтером. Чтобы стать инженером, который занимается производством ракет, компьютерщиком, нужно получить образование, нужно быть в мировом контексте, нужно знать языки, нужно быть открытым, нужно нести ответственность за себя и ставить себе задачи. Это совершенно другая ментальность. Это же касается и конкуренции между бизнес-элитами. Днепропетровска, Донецка тоже есть свои особенности. И поэтому Днепропетровск всегда был, во-первых, своеобразным мостом между ментальностью западной и восточной. И мост, по выражению киевского исследователя Политогола, Владимира Головко, это самый яркий образ Днепропетровска, который очень многое объясняет. С другой стороны, ориентация у нас все-таки на прогрессивное развитие, поступательное развитие. И естественно, что вот эта прозападная ориентация, она все сильнее по мере продвижения к западу Украины, в том числе и по чисто географическому принципу, по географическим причинам. Интересно, что в Украинском католическом университете, одно из лучших учебных заведений Украины по уровню образования, там провели такой эксперимент, стали привлекать студентов с Востока, из Луганска, Донецка, для того, чтобы они просто приехали во Львов, поняли, что это не Бандеровский Львов, поняли, что там спокойно можно говорить на русском языке, поняли, что есть общечеловеческие ценности, которые преподаются. Конечно, они были в восторге, эти студенты, но профессор Грисак, который, значит, завел меня в эту аудиторию, говорит, вот смотри, вот тут великая аудитория, там 150 человек, это люди из Луганска, из Донецка. Как ты вважаешь, сколько из них были за кордоном когда-нибудь? Я говорю, ну знаю, я тебе скажу, что львовские студенты были за кордоном 100%, потому что для того, чтобы приехать в Польшу, нужно витратить 10 долларов, и это абсолютно недорого. Но для тех, и на 150 человек, 50 рублей, кто был за кордоном, 6 человек. Конечно, это материальный финансовый фактор, но если люди знают о Западе по российским передачам Киселева, который обливает грязью тот, который жизни, но сам отдыхает там, когда украинские чиновники команды Януковича говорят о необходимости соблюдать ориентацию на восток, но их дети учатся на Западе, их капиталы на Западе, они живут и отдыхают на Западе, то есть мы понимаем, о чем идет Ладно, мы об этом поспорим и о том, что исламисты, которые живут на Западе, тоже его не любят, наверное, уже в другой раз, в сожалению, время выходит, об учебнике о Майдане не успели поговорить, это повод для того, чтобы встретиться еще раз, а я благодарю нашего гостя, который сегодня был доктор Игорь Щипак, директор Музея памяти еврейского народа и Холокост в Украине и Украинского института изучения Холокост от Кума. Большое спасибо, пан Игорь. А нашим зрителям я желаю всего самого доброго, чтобы все у вас было очень хорошо, встретимся ровно через неделю, мир вам, шалом, до свидания, ля гитраут. Музыка. Музыка.